всем привет друзья у нас сегодня огромная посылка с орхидеями давайте посмотрим что же там внутри сынок забирал посылку на него оформилась и забирал уже вот этой вот бирочки с адресом бланка не было другой стороной выдали и он не обратил даже внимание как выхожу из почты вижу готов оторвали зачем оторвали как оторвали смотрите какая большая тут две коробки замотанный скотчем давайте потихонечку я сейчас попробую раскрыть и вас позову дальше к просмотру ну что друзья мы подбираемся к цвету святых значит посылочка от девочки девочки не продавца от которого я уже получала восхитительную орхидейку похожую на обо это тестик такой ко мне приходил я уже много раз рассказывала что у нас есть группа ватсапе где девочки архоманочки общаются делятся дают советы показывают цветение свое и так далее болтают на все темы на сверху лучшие жизни найти можно ответы на вопросах и так уж получилось что наша красавица живя в москве имеет возможность ездить по магазинам по многим магазинам она ездит и покупает не только себе орхидейки покупает девчонкам которых у которых нет таких магазинов у которых нет таких орхидеек вот некоторые у нас девчата живут в разных населенных пунктах у которых даже нет магазинов с орхидеями у нас то вроде есть магазины с орхидеями но не всегда есть такие орхидейки она кстати себе находила тут недавно бабочек нашла ставите такой кайф улов такой трофей купить себе найти бабочку мух ты ёшки так как же мне тут быть вот ну конечно бабочки себе нет были бы у нее еще такие бабочки и нам бы что-нибудь доставалось ну в общем то в принципе давайте посмотрим ездит она постоянно говорю ну очень очень часто скидывает фотографии скидывает фотографии нам туда в чат и девчонки у кому что надо они описываются за это она ничего не берет абсолютно вот такой геморрой себе приобретает но себе ничего не берет представляет а сколько красоты у меня аж там закройте мне глаза закройте мне глаза сколько красоты то бывает то есть у нас уже можно сказать там как своя получилась база еще девчонки тоже ездят по магазинам у кого-то там дарвин был за копейки там кто-то у кого-то в общем у кого есть какие-то интересные орхидейки магазинах в принципе стараются выкладывать давайте я достану сейчас попробую на человек не эксперт он не продавец и ранее отправками в принципе не занимался это это для него можно сказать совершенно новый процесс поэтому поэтому что как тут произойдет до где-то кора высыпется возможно главное нам качество давайте я сейчас все раскрою то что еще если еще вот там есть коробочка я сейчас я разложу поставлю и вам покажу иначе мы тут будем я не знаю полчаса с вами сидеть ну что ж друзья я распаковала свою посылочку к сожалению мне не получится с вами поделиться всей красотой потому что здесь уже есть совсем отсветшие цветочки я расскажу вам почему потому что допустим вот эту орхидеечку и и я купила месяц назад мы ее сушим сушим для отправки потом выстреливает другая орхидеечка мы потом сушим вторую орхидеечку и так это продолжалось примерно с месяц где конечно уже пошло отцветание цвета носика и и цветочков и так далее но я вам ставлю фотографию какая она красавица было это монзочка ну посмотрим на корневую систему и посмотрим на корневую систему девочка наша еще не шибко умеет упаковываться идеально поэтому простимые да и сделаем скидку на то что она все-таки не продавец а больше любитель грудь немножко высыпался поэтому здесь ну половина горшочка присутствует половину отсутствует грунта ничего досыпем ну вот корневая в принципе неплохая вот будет у меня теперь монзочка ну конечно да сейчас цветонос мы срежем любоваться здесь в принципе пока ничем но надеюсь она нам подарит новое красивое цветение так это одна из красавиц рим все все вы знаете этого красавца у всех он есть у меня нет теперь и у меня есть тут вот еще есть бутушки которые скорее всего он раскроет вот давайте посмотрим корневую тут тоже все неплохо тоже немножко кора высыпалась но немного здесь вот такие корешочки вот такой вот римчик сейчас покажу орхидейку который тоже сейчас практически не узнать но попробуем попробуем этот даже не знаю какой сорт как он называется вот похож чем-то на клеопатру но не клеопатра это все что конечно ко мне доехала но у него есть какая-то тоже изюминка он на некоторых цветочках посмотрите сюда он цвел вот защипчиками то есть не полностью бабочка но видите вот защипчик вот тут у нас тоже упал цветулечек вот он тоже смотрите защипчик то есть метил не полная бабочка но метил под бабочку я найду фотографию ставлю ставлю если найду и вот цветение вы поймете кто это но в принципе уже можно наверно догадаться так ну и посмотрим тоже на корневую систему есть воздушные сухие корешочки мы это все в порядок принципе приведем все будет хорошо внутри горшочка тоже достаточно корешочка ну в принципе все хорошо так это все хорошо сейчас дойдем до не очень хорошего момента вот орхидеечка пока мне приехала у нее грунт весь высыпался это я уже досыпала чуть-чуть коры ну практически весь немножко здесь есть спрелых корешков но это не так страшно оп как вот здесь вот и у нас что-то происходит видите да два листочка от шеи поэтому мы будем обязательно смотреть я буду что тут происходит листочком посмотрите какая-то дырка прям дырка улице цветонос тут был то ли что это могло спровоцировать давайте сейчас снимем листик более детально обсмотрим место так чё-то непонятно на тут дальше куда-то идет да тут надо будет тут придется постараться здесь в глубину уходит кореш ну такой он влажноватый конечно этот но мне спрашивали отправлять или еще сушить и ну чё уже сколько можно их сушить в общем-то отправляй поэтому 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 вот так и надо будет смотреть более детально что тут у нас с двух сторон красоту на давно хотела никак не могла его купить у себя у нас не продавали ни разу не видела вот такой вот сейчас посмотрите губа губа зачетная улетная но тоже видите ко мне про плохо дошел пересылки то есть цветонос будет срезан тут однозначно потому что здесь скорее всего лечение придется ему проводить то что корешочки видите вот тут под спрели да ну что ж такое ну вот так вот бывает вот но красивенький красивенький яркая губа прям на белом фоне это прям бомба мы ничего надеюсь код тут название нет ну надеюсь я с ним справлюсь вот хотя бы хотя бы девочки за это адекватная скажем стоимость без без какой-то переплаты давайте еще вот здесь я знаю что было проблемам девочка мне показывала брать не брать тебе это санта роз вот такой вот красавчик яркий и он посмотрите он идет вот здесь нижние видите защиту на этих лепестках здесь нижние здесь он идет как пилор чик здесь что-то полу бабочка то есть он такой вот полу мутантик тут кверх ногами мутантик вот тут пилор чик лорчик и вот тут вот обычный но вот своеобразный красавец девочка нашла себе такую же бабочку но вот если найдет еще такую же бабочку договорились что следующее будет моя их там было целое море но его только два были с определенной пила личностью вот не достался такой цена адекватная но здесь была и там и там проблема они видимо такие вот сорт слабоватый на именно вот эти вот моменты корневые гнили тут под листиком вместе цветоносы черные обязательно здесь все это смотрите видите тоже куда далеко уходит мы будем обрабатывать здесь мы уже с вами делали обработку подобных ситуаций когда уходит туда как будто как дупло грибковость и обрабатывали мы это медным купоросом все подсохло никуда у нас дальше не пошло я вам могу рассказать вы пока не видели вот но мне очень нравится поэтому здесь будут обработки такие же медным скорее силу купоросом здесь под листом тот момент то есть вот она имеет проблему данной области да смотрите как прям прям и тут видите уже глубоко туда в как кариес говорю пошел и с этой стороны тоже ну попробуем 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 справиться с медным купоросом авось и повезет ну вот такой вот красоту очень яркий яркая куба у него оранжевая про вот эту бяку я знала что здесь есть проблема но решила взять попробовать тут корень вот спрел под листиком в общем будем смотреть так ну и вот я вам все показала вроде бы да кроме одной сейчас еще одну вам даст как вы думаете кого я купила еще ну как вы думаете не догадывается кто-то да да это она это манеру в простонародье манрон у нее есть здесь тоже видите грунт высыпался там карман да надо нашего продавца подна таскать как завязывать здесь вот чтобы ничего не высыпалась это название чё тут друг друг из до брюгес в общем не знаю что название но это манро которую я недавно взяла и сказала что все попытки мои заканчиваются потому что сорт который постоянно дохнет и вы скажете ага зачем ты еще одну взяла если ты только выписала и обещала нам потому сорту по той манрошки снимать скажем такой дневничок вести снимать и показывать как она себя будет вести потому что до постоянно покупка манро сопровождается ее гибелью просто за 10 дней улетает сорт ведро не давая никакой возможности вообще ее там выходите спасти и недавно я тоже получилось данный сорт манрошечку вот что с ней случилось и как она себя чувствует и чувствует ли она вообще себя вот и почему я купила наверное есть причина почему я купила и данный сорт я вам расскажу в ближайшее время обожаю ее она мне очень нравится но очень вредная вредная барышня но под такой стоимости я вот ну просто не смогла пройти мимо и не взять ее себе вот такая вот посылочка да есть проблемки но мы обязательно с ними справимся я знала в принципе на что и хочу сказать спасибо нашей дорогой арха фишки за то что она нам предоставляет такую возможность покупать для нас цветочки без всяких каких-то своих меркантильных интересов а только от того что мы нам очень хочется мы у нас нет возможности возможно купить это не только я покупаю еще девчонки с группы и вот так вот на своих скажем началах собственных просто так вот занимается этой этой благотворительностью скажем так вот такая распаковочка да будем заниматься есть чем работать обязательно проработаем эти вопросы с двумя орхидейками ближайшие ну ближайшие дни возможно завтра даже займемся этих красавиц остальных беспроблемных пойду ну вы уже знаете по пою пойду протру лоск на виду ну и буду за ними пока пристально наблюдать хотела показать показала заниматься проблемами будем пристальное внимание также будет у меня уделено монрохи потому что вреднюка такая вот ну все люблю вас до новых встреч всем пока пока